Григорий Тимофеевич, я вас приветствую. Мы опять с вами встретились. Я, то бишь Брусенский Геннадий, приехал к Машкину Григорию Тимофеевичу узнать, какие дела у нас обстоят по выпуску книги Астаницы Новотроицкой. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела? Что мы имеем по книге? Потому что народу надо знать это. Значит, в своё время я информировал вас о том, что книга получается объёмной, состоит из двух томов, и в каждом томе порядка тысячи страниц, с учётом вложенных в них имеющихся у меня фотографий. Форматом А4. Учитывая, что процесс этот идёт порядка двух лет, значит, сбора, формирование документа уже из моего собственного архива, то, что я имею на сегодняшний день, и наработал за предыдущие 12 лет, работая с разными архивами нашей страны. Значит, я ещё в конце декабря прошлого года, 18-го, закончил первый том книги под названием «Станица Новотроицкая. Дела давно минувших дней». Сборник архивных документов. Значит, в первом томе помещены в основном документы, связанные с переписью населения. Это так называемые ревизские сказки, а также документы по передаче в казачье сословие и некоторые иные документы, менее ёмкие, но необходимые в таких обстоятельствах. Заняло это у меня и помещено на сегодня на флешку 955 страниц. Естественно, предиздательская корректировка ещё не проведена, поэтому после корректировки количество страниц может измениться, как в ту, так и в другую сторону, или больше, или меньше. Ну, в общем, в среднем, я считаю, порядка тысячи страниц. Значит, попытка организовать издание этой книжки на сегодняшний день пока не увенчалась успехом, так как тех денег, которые у меня есть, собственные, а также тех денег, которые мне прислали жители или потомки жителей станицы Новотроицкой, значит, порядка 60 тысяч, этих денег явно не хватает для издания. По предварительным расчётам, которые не я делал, а делали специалисты, занимающиеся изданием, первый том, издание его с выпуском 500 экземпляров книги, значит, ориентировочная стоимость 640 тысяч рублей. Если учесть, что томов два, то это получается... Григорий Тимофеевич, скажите, пожалуйста, вот вы мне объясняли, есть смысл делать меньше тираж? Смысла делать меньше тираж совершенно не имеет. Почему? Потому что основные затраты идут на подготовку. То бишь, с одной стороны, то, что я вот собираю, значит, вот тратил довольно большие деньги. То, что касается архивов не ставропольских. Это и ростовский архив, это и московские архивы, это и астраханские архивы, значит, где хранятся документы. Значит, полученные материалы оттуда, как правило, платные и стоят дорого. Значит, учитывая эти затраты, а также затраты на корректировку книги, значит, тираж, чем выше тираж, тем стоимость книги дешевле будет. Чем меньше тираж, тем стоимость книги одного экземпляра будет дороже. Поэтому в этом смысле никакого смысла нет уменьшать тираж. Да он и так не такой уж большой. Пятьсот это не много. Пятьсот это очень мало. Для Новотроицкой это не много. Станица большая, потомка в Мноа. Уже сейчас многие желающие приобрести эту книгу. Тем более, что многие и за пределами. Значит, вот из Дальнего Востока мне звонят и смс-ки присылают из Сибири. Из Москвы, из разных городов. Значит, вот жители, как и я в свое время, значит, я житель Новотроицкой, но живу в Ставрополь. Вот уехал в Ставрополь. Так что многие, значит, находятся за пределами Новотроицкой. И Новотроицких потомков тех первопоселенцев, которые первоначально прибыли, значит, еще остается довольно много. Поэтому тираж пятьсот небольшой, минимальный. Ну что ж, будем надеяться, все-таки мы победим эту беду и мы соберем деньги для выпуска этой уникальной книги. Что у нас дела, как обстоят по второму тому? Второй том в стадии завершения. Значит, для его завершения мне не хватает одного документа. Это исповедная роспись за 1814 год, которая находится в Астраханском архиве. Астраханским архивом переписку я веду. Значит, они мне прислали согласие на высылку мне электронной копии этого документа в течение этого месяца. Так что после получения, естественно, учитывая, что, как правило, эти документы трудно читаемы, ну, как бы приходится переводить с русского на русский. Они не печатные, они ручной, значит, скорописью написаны. Значит, поэтому вначале я перевожу их вручную у себя, значит, вот, как говорится, читаемый вариант делаю. Ну, чтобы вам самому понятно было. Да, чтобы самому понятно и быстрее печаталось. А потом уже печатаю в компьютере. Значит, вот после завершения вот этого, собственно, один документ меня задерживает. После завершения, значит, вот с этим документом работы, значит, практически я составляю опись, значит, ну, документов, оглавления, так называемая, опись документов, значит, помещенных в эту книгу. И завершаю, перевожу на такую же флешку, значит, вот, и флешка может быть передана любому издателю. Да, при наличии, естественно, финансов. Ну, полагаю, что вначале надо выпустить, вначале быть, надо выпустить первый том и его распределить, как говорится, продать. Вот, а за вырученные деньги и сдать второй том. Поэтому... Ну, сейчас основная задача первый том выпустить. Абсолютно верно. Всего спасибо вам за интересный рассказ. Я думаю, что состояние дел по книге интересующимся людям будет ясно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...